1938 года. Есть еще винтовка Мосина, слышали, трехлинейка. А чем отличается винтовка от карабина? Восемь ребят одного из домов семейного типа квартала Новоснецова с большим интересом слушают своеобразный экскурс о разновидностях оружия Великой Отечественной войны, как Германии, так и нашей страны. С удовольствием узнают новый факт, вспоминают о предках и много говорят о главном – обрезкой крепости, о ее легендарных защитниках, благодаря которым мы живем в мирное время. Слушают и понимают – нельзя допустить новых войн, нельзя, чтобы страницы истории вновь были написаны кровью. Такая возможность появилась благодаря сотрудникам Молодежного патриотического центра, которые пригласили ребят узнать все об армейской службе в рамках акции «Время делает добро». Раздался звонок от Молодежного патриотического центра, который предложил нашим детям немножко в нестандартной форме поздравить их с Новым годом. И когда я сказала «Дети, мы пойдем в Брестскую крепость, и вы узнаете ее немножко с другой стороны», и вот тут они заинтересовались. И сегодня они с большим удовольствием и с большим интересом собирались на эту экскурсию. И мне кажется, что в наше время обязательно детям и молодежи просвещать нужно немножко в этом направлении и прививать к патриотизму. Первое, что мы хотели, это детям рассказать о нашем центре, о истории этого места, показать материально-техническую базу, которая у нас здесь находится. А так как наш центр – молодежно-патриотический центр и направленность нашего центра – военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, у нас в материально-технической базе есть огромное количество учебных моделей всех вооружений, которые состоят на вооружении в Вооруженных силах Республики Беларусь. Все ребята в последующем будущие защитники нашей Родины, и им явно пригодятся приобретенные знания, а возможно кто-то в дальнейшем определится с профессией, выбрав стезю военного. Помимо военной тематики, ребята узнали, как пользоваться туристическим снаряжением, ставить палатку, строить маршрут по компасу и другое. Если вот так руки, то вы можете спускаться, если вы заводите руку за спину, то вы уже не спускаетесь, вы застрахованно стоите. Также, если вам должно какое-то длительное время стоять на месте, никуда не двигаться, вы заматываете на специальные рога веревку, и вы уже не двигаетесь, можете спокойно чем-то заниматься. Но все же каждому запомнилось что-то свое. А вот 11-летнего Диму удивила казарма и солдатский быт. По кроватям я уже понимаю, что в армии очень-очень строгая дисциплина. Из-за того, что я сейчас посмотрел на эти кровати, а в них только тонкий матрас и железное основание. То, что нельзя с семьи ты проснулся, и нельзя на них не садиться, не ложиться до 10 часов. Было очень интересно, потому что я раньше этого нигде не видел. Несмотря на то, что данная акция проводится впервые, организаторы обещают, что она явно не станет последней. Ведь патриотический центр уже сегодня вызывает у ребят безоговорочные эмоции и при этом невероятным образом увлекает молодых людей, объединяет и, конечно же, ведет за собой.